Жан-Лад Жаватович Примов родился в 1921 году. С первых дней Великой Отечественной войны был командиром кавалерийского взвода, званий лейтенанта. Начал войну с Моздогой, закончил Венгрии. Форсировал Днепр, освобождал от фашистских захватчиков многие города и деревни. Был неоднократно ранен, но вновь возвращался в боевой строй. За мужество и героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, Жан-Лад Примов был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и двумя орденами Красной звезды и многими другими медалями. После войны окончил Азербайджанский государственный университет. Многие годы проработал в органах прокуратуры. Умер ветеран в 2012 году. Сегодня здесь в Музее Боевой Славы проходит мероприятие, посвященное памяти нашего отца Примова Джалла Джаватыча, участника Великой Отечественной войны, ветеран труда, ветеран прокуратуры Республики Дагестан. Эти мероприятия инициированы по программе хранения памяти участника Великой Отечественной войны. Мы его дети, мои внуки здесь, его внуки здесь. Мы гордимся, что наш отец Джалла Джаватович в великом подвиге советского народа, победе над фашизмом, внес и свою лекту. Проходят годы, меняются поколения, а подвиг народа остается. В его образе сегодня мы чтим память многих миллионов людей, которые отдали свою жизнь, защищая Отечество. Отец прожил жизнь как искусство. Обладая основами мудрости, он всегда утверждал в жизни принципы любви к Родине, к своему труду. Он постоянно формировал принципы патриотизма, принципы особо касающейся памяти ветерану. Он требовал хранения памяти участников войны и военных действий. Работал он в органах прокатуры Республики Дагестан, гордился своей работой. Он, работая, олицетворял закон воспринятия своих вещений. Он гордился своей работой, своим коллективом, своими друзьями и часто вспоминал нам об этом. Сегодня хочу выразить сердечную благодарность и признательность коллективу и руководству музея воевой славы администрации городского округа город Ербет за мероприятие, подготовку и проведение мероприятия, посвященную памяти нашего отца, прямого Джалла Джавадьевича. И хотим сказать им огромное спасибо. Мы пришли на встречу, и Джалла Боба пригласил нас всех увидеть этих замечательных людей, Дайма Салманча, Медаджу Ишадьевича, Хосея Медовича, Зульфхак Гамзазовича. На первом этом время пройдет, и вы этих детей когда-нибудь спросите, когда кто-то из них станет прокурором, кто-то председатель суда. Вы что послушали тем, что вы выбрали эту профессию? Я рада, что они с вами вспомнили, что они были на встрече с такими замечательными людьми. И с одним. А вот, ну, это эти люди, которые создавали Дагестан. А листья сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. Много лет, как кончилась война, Много лет, как все пришли назад, Кроме мертвых, что в земле лежат, Сколько ты в коне силой, Мальчика без усыпь не пришла. Раздело присланий по весне, Фильм документальный о войне, Все пришли в кино и старым мал, Кто познал войну и кто не знал. Перед гордой памятью людской Разливавостью ненависткой боль, Трудно это было вспоминать. Вдруг сыграл, сын, скинул на мать, Материна, сын, скинул на мать, И раздался в материнский крик. Алексей, алёжий, как сынок! Алексей, алёжий, как сынок! Лицей, алёжий, как сынок! Слово сын идёт услышать мог. Он рвнулся из траншеи в бой, Стало мать прикрыть его собой. Всё боялось, вдруг упадёт, Но с твой года мчался сын вперёд! Бару! Алексей, хищайте мори, Алексей, краси, да иди! Fr! Кадр сменился, сын остался жить, просит мать и сын не повторить. Просит мать и сын не повторить, просит мать и сын не повторить. И опять в атаку он бежит, всех здоров не ранен в любви Алексея Лёшенко сынок, Алексей Лёшенко сынок, Алексей Лёшенко сынок. Словно сын её услышать мог. Дома и всё чудилось в кино, всё, что нам вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тени жены постучится сын её с твоей дым. Словно сынок. 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 Субтитры создавал DimaTorzok